Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире передача «Натуре» в студии Михаил Меркулов, Максим Киселев, Дмитрий Ершов. Сегодня у нас будет о чем, как обычно, поговорить, и сегодня мы упор будем делать на вторые дивизионы. Сегодня будут несколько гостей, все будет очень интенсивно, будет интересно. Ну а начнем мы с Еврокубков Каракенечка, что называется, пробежимся, не можем не уведомить. Значит, в гости, значит, к нам приезжал сюда, к Техноселе, должен был, точнее, приехать РМА, вот этот матч тоже должен был транслировать наше телевидение, и Техноселе проиграл первый матч со счетом 4-3, и мы оценивали шансы, думали, но оказалось все гораздо проще. Приехала съемочная бригада, мы были готовы к началу этого матча, был готов главный арбитр Владимир Коржевский, который уже разминался, ждал команды, но команды так и не явились. Оказывается, что РМА просто-напросто не приехал, уж не знаю, с чем это связано, ехали вроде они, насколько мне известно, шестером на игру, понимали, что не собираются, плюс мороз, и решили вообще. Техническое прожили 0,5, Техносела, тихо, спокойно, оказывается весне. Тихо, спокойно, это точно не про Техносела. Повезло, ну как повезло-то, ну, представьте, сколько команд, и скольких команд, да, именно Техноселе попадается команда, которая не приезжает. Ну, что значит повезло, во-первых, не стоит списывать Техносела со счетов, они могли один мяч отыграть. Я согласен, но могли не отыграть, но так-то было вообще, 0,5, все, понятное дело. Ну, повезло же, получается, еще, так-то было 50 на 50. Если Мега Титану так в финале повезло бы, там, и Тройка бы не приехала, вот это повезло, это действительно везение. Ребят, с Юга сейчас просто тебя проклинают на я, как ты мог сказать, что Тройка не приехала бы? Ну, вот, а здесь, мне кажется, ситуация, ну, не приехали, ну, я верю в нашу команду, верю в Техноселу, и тем более, что корректив переживает сейчас не лучше времена. Ты понимаешь, что она три мяча отыграла в группе, да, все, мы вспоминаем эту игру, да, против Extreme Networks, да, три мяча отыграли, ну, а здесь всего лишь она, всего один надо было отыграть. Ну, я не говорю, что Техносела бы не прошла, но я говорю о том, что шансы были 50 на 50, могло всякое случиться. Вот, но Техносела вышла, но и у нас в гости ехал к Нижгарам, еще одна наша команда, это Успенская, и, как таковой, борьбы просто не получилось. Ну, и ждем мы, собственно, все команды весной, надеюсь, что подойдут команды, которые вышли в Еврокубковую весну, в оптимальных кондициях, ну, и, соответственно, поборются за Кубки. Но давайте поговорим об одном лишь матче внутреннего чемпионата, который мы просто не имеем права обойти стороной, и перейдем уже к вторым дивизионам. Это матч ФКСП Мега Титан, мы о нем говорили, мы его ждали, это вот те матчи, которых с особым трепетом обсуждаешь, говоришь и комментируешь. Ребят, вы комментировали матчи, это раз, нет, с Ильей, с Ильей Лукьяновым, да, прошу прощения. Максим, ты комментировал, ты видел прекрасно эту встречу, но 0-5 это вот что-то из ряда вон выходящее. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти, если честно. Честно говоря, тоже, ну, встречу-то мы все видели, да, просто комментировали с Ильей Лукьяновым. Ну, честно говоря, да, очень удивились этому счету, и в том числе вот интервью брали, да, после матчевые, что, конечно, 5-0 это перебор, даже по той игре, которую мы видели. Ну, меня больше всего поразил даже не счет, а то, как буднично вообще забивал ФКСП Мега Титану, да, то есть с самого начала все как-то просто складывалось, и такие огрехи в обороне допускал Мега Титан, непозволительные, что прокуратура тут же наказала, и вообще это не свойственно было для Мега Титана. Мы отмечали до этого наоборот, что Мега Титан здорово проводит первые таймы, и чуть-чуть дает слабинку там где-то во второй половине, или когда уже введет. А здесь вот вообще совсем наоборот, с самого начала не пошло, и прокуратура, по сути, решила все уже в первом тайме. Был ли такой момент, когда Мега Титан опустил руки? То есть все, вот по разным отзывам я слышал, что при счете 3-0, в общем-то, Мега Титан перестал играть. Ну вот со слов Александра Лумоны, который после матча тоже дал интервью, он сказал, что при счете 3-0, вот ему показалось, что Мега Титан перестал играть. Ну тут дело в чем, третий мяч-то еще был в первом тайме забит в конце, да, но, конечно, на вторую половину Мега Титана еще выходил злой. Ну, ключевой момент, наверное, вот не назначено пенальти, да, который в начале второго тайма, когда мяч попал в руку на линии. Да, был удар в ворот и в Терентьево, да, по-моему, мяч угодил. Нет, это Заикино, Заикино. Почему Мега Титан бил, да, Заикино. В Заикино, да, мяч попал, да, апеллировали к арбитру, но, наверное, да, это была как бы последняя возможность для того, чтобы вернуться в поединок. Если бы пенальти был поставлен, реализован, то 3-1 где-то еще можно было, ну а этого не получилось, и потом уже просто-напросто пропустили в концовке еще два мяча. Я думаю, что какой еще момент был, Игорь Кротков, да, в перерыве матча просто-напросто уехал, ушел, я не знаю, уехал, не уехал. Это эмоции. Да, он просто-напросто ушел оттуда, да, со скамейки, и вот не знаю, как это повлияло на команду. Ну, конечно же, они видели, что руководитель уходит, и что не присутствует он на вторую половину, но мне показалось, что вот на второй тайм Мегатитан еще злой вышел. И вот, наверное, это перелом, я соглашусь, вот когда с неназначенным пенальти, наверное, уже Мегатитан потом понимал, что это все. Пожалуй, да, это ключевой момент встречи, но вот такое ощущение, что забей даже Мегатитан, вернуться, точнее не вернуться, сделать счет приемлемым, там, чью, да, хотя бы, мне кажется, было нереально. Вот почему-то такое внутреннее ощущение, да. Хотя, опять же, да, при 3-1 могло, повторюсь, произойти все, что угодно. Ответьте мне на такой вопрос. Уровень футболистов у Мегатитана и ФКСП, он сильно различается или все-таки сопоставимый? Ну, у ФКСП есть, как минимум, лучший игрок, как мне кажется, по моему личному скромному мнению, лучший игрок всего ЛПЛ любительского, Кирилл Бирюков. Человек может сам решить, в общем-то, судьбу матча, как мы это видели и на КФЛ, за ЦДК, то есть, любой назначенный штрафный удар, это может быть гол. В этом плане, наверное, у Мегатитана нет таких исполнителей, тоже Пименов, да, это наверняка. Казанков? Хочешь, ну, Казанков, вы мне все, Казанков, Казанков. И что Казанков? Он приезжает на заснеженные поля, он к этому не приспособлен, не приучен к этому, он не вживлен в игру Мегатитана. Он ее, можно сказать, что где-то даже рушит. Да, я не говорю, что она становится хуже, в целом, играет Мегатитана, но она становится другой и вот то, к чему они, наверное, уже привыкли все футболисты, но такого мы уже не видим. То есть, здесь игра уже идет через какого-то индивидуально сильного игрока. В этом плане у Бирякова, во-первых, у него и позиции очень интересные. То есть, если раньше Бирякова все время в центр поля ставили, то со временем пришли к пониманию, что за Биряковым нужно подчищать. То есть, ему нужно где-то развязать в руки впереди, чтобы он забивал, и за ним, соответственно, нужно тогда будет подчищать. Поэтому Бирякова куда-то на фланг, откуда он смещается в центр, а за Икина играет в центре. То есть, вот в этом плане, конечно, на ФКСП, наверное, посильнее будет, нежели чем Мегатитан. Ну вот, мне такое ощущение, я с тобой согласен практически во всех аспектах, которые ты сейчас сказал. Единственное, вот мне сложилось впечатление, что ты сейчас подвел как раз не к тому, кто сильнее. Ну, здесь включаем Бирякова, да, я имею в виду подбор футболистов в целом. А именно, что это тренерская победа. Нет? Неправильно я уловил? Ну, здесь как? Здесь, ну, фигура тренера, она номинальная. То есть, по сути, есть какой-то штаб, да, руководство. Там тренер, руководитель. Здесь тренер у нас не набирает футболистов. Я совершенно уверен, что Голевец, Александр Голевец не подходит к Кроткову и не называет там тебе фамилии, а Кротков уже со всей... Не, ну, по Пименову он же сказал, подошел. Ну, Пименову и сам Кротков хотел. То есть, подбор футболистов с такими возможностями, какие есть у Мега Титану, мог быть совершенно другой, может быть, мог вообще быть различным абсолютно. То есть, можно было набрать тех футболистов, которые будут друг по другу заточены, где-то одно и то же понимание футбола демонстрировать и из этого сделать действительно хорошую и добротную команду. Я просто... То есть, здесь нельзя вот разделять именно, что тренера, он связан с руководителем, в любительском футболе по-другому никак. Я просто чему спросил про тренер, про подбор футболистов, потому что есть мнение, вот, из Тану Мега Титана, что просто подбор футболистов у ФКСП значительный выше, чем у Мега Титана. Я с таким мнением в корне не согласен. Максим, ты тоже качаешь головой, да? Нет, не согласен, считаю, что... Ну, нельзя сказать, что у них равные составы, но то, что сопоставимые, это точно. Причем, я бы не сказал, что вот ФКСП сильнее по составу Мега Титана. Они сопоставимые и непонятно, у кого сильнее. Ну, Дим Правин сказал, плюс Бирюкова. Вот чуть-чуть, может быть, он чуть выше за счет, да, согласен, Бирюкова. Вопрос, ну, в целом, можно играть и нужно в Мега Титанус, ФКСП. Здесь вопрос с организацией, вопрос в том, что ФКСП выглядит структурно. Вылетает, допустим, читая, да, он переходит в ЦДН, приходит Алумона. Да, несколько матчей нужно на адаптацию, но игра команды не меняется, она остается так же. Сейчас молодежь начала подтягиваться, тоже прекрасные результаты показывают. И притом выходит, и Стрегунов выходит. Румянца выходит, забивает, Мажухин выходит из каменьки. Не, я про то, что выдают и время, и их не только во внутреннем чемпионате используют против условного космоса Альбина, ну, против наших аутсайдеров, ну, а также и в Лиге Чемпионов им дают игровое время и им доверяют. Вот это, конечно, здорово. У Мега Титана есть абсолютно точно основной состав, есть игроки замены. Вот в этом проигрывает, конечно, если ты говоришь по именно составу, то вот в этом плане, конечно, акцион проигрывает. Я считаю, что такие игры выигрываются не только за счет футболистов, но и как раз тактических действий. Играть, посмотрите, первые два мяча – это ярко выраженная контратака. Третий мяч, ну, скорее, с течения обстоятельств, да, Идрисов попадает здорово, а просто нет. Но мне кажется, опять же, это все-таки вратарский гол в какой-то степени. Ближний угол. Да, ближний угол на высоке достаточно удобный для того, чтобы голки переместиться, успеть поставить руки. Ну, ладно. Позди мне поле еще. Ладно, да, я здесь не беру, здесь такое стечение обстоятельств. Ну, я говорю, первые два мяча – это контратака. Почему не стать просто? Сделать игр от обороны. Да, чуть больше крен. Можно отправить в Казанков. Казанков, например, он не вписывается сейчас в командную игру Мегатитана. Ты уже о нем сказал. Вот и об этом я бы тоже сказал, что… Поставьте его вперед, пусть он там играет один в один. Вот, и сделайте чуть, там, три человека, которые будут стоять у тебя сзади обязательно. Без подключения. Тогда Кутузов будет сидеть. Ну, извините. Если тактика подразумевает, чтобы чуть больше обороняться. В этом нет ничего зазорного. Но тогда у тебя результат будет другой. Дело в том, что когда ты вкладываешь в команду столько сил, средств, времени, таких футболистов приглашаешь, да, в том числе очень много сборников, да, кто участвует в сборной России в составе входит, ты не хочешь играть от обороны, ты хочешь играть на равных с ФКСП, ты хочешь забивать, ты хочешь играть в атакующий красивый футбол. Ну, это смотря как. Вот ты будешь руководитель, ты играешь в ФКСП, ты, вот лично мое мнение, я бы сказал, ребят, выиграйте мне 1-0, мне будет достаточно, чем проигрывать 0-5. Ну, это тебе может быть в первый сезон, когда ты еще не завоевывал чемпионство, тебе может быть в первый, во второй сезон этого будет хотеться, результаты, ты будешь смотреть на эти золотые медали, да, я хочу, когда они у тебя уже есть. Когда ты три раза выходил в финал лиги чемпионов, ну, тебе уже хочется чего-то другого, какая-то новая планка появляется. Ну, вот 0-5 это планка, это показатель просто, это проверка. Это показатель того, что, ну, нельзя играть с ФКСП в такой манере, которая была сейчас, это нормально. Может быть, с Титаном можно будет, но это, опять же, это вопрос к тренеру. Титан с ФКСП играл в такой манере? В открытой. В открытой. Да, он может, он может играть, но... Не, я к тому, что все хотят играть в открытый футбол. Но он, и он может Титан играть, вот в чем проблема. Точнее, не проблема, а плюс. А Мега Титан сейчас не может противостоять вот так прокуратуре и Титану. У нас выходные, Супер Матч, Титан, Мега Титан. Я сейчас один пока просто не вылетел из головы. Титан, Мега Титан, это супер дерби, это супер матч. Понятно, что здесь всякое может произойти, да, и тут, может быть, от настроек больше зависит. Но если Мега Титан риснет играть в такой же футбол, как с прокуратурой, я боюсь, что там будет то же самое. Здесь вопрос, вот лично мое мнение, тренерский. Именно вот надо здесь все-таки как-то более гибко подходить к игре с прямыми конкурентами. Ну, или можно другие выводы сделать по этой же ситуации. Не факт, что они правильные, но Мега Титан мог просто оказаться не готов в данный момент противостоять ПКСП. Ну, это пока что результат, согласись. Да? То есть не факт, что если, перефразирую свои слова, не факт, что если бы они играли от обороны, они бы не проиграли с таким же счетом. Ну, надо исходить все-таки из каких-то возможностей и понимания того, что может команда. Ну, да ладно, мы о Мега Титане поговорим на следующей неделе. Супер дерби против Титана. У нас еще ПКСП, ЦДН. Все эти матчи мы будем транслировать. Ну, а дальше мы переключаемся на вторую лигу и говорим сегодня о ней. Наша сегодняшняя передача ориентирована на вторые дивизионы, дивизионы 2А и 2Б. И сегодня у нас будут интересные гости. Начнем с дивизиона 2А. Сегодня в гостях руководитель команды Вестсайд Роман Зверев. Роман, спасибо большое, что, несмотря на пробки, добрался до нас. Спасибо, что пригласили. Очень рад приехать и у вас здесь побыть в вашем баре. Расскажешь нам про свою команду и как дела идут у нее и вообще в целом, какая обстановка в дивизионе 2А? В этом году 2А у нас интересная, на самом деле, складывается картина. Очень плотная группа, очень жесткие игры. На самом деле, каждый может обыграть каждого. Я смотрю также передачу вашу постоянно и гости уже приходили, говорили об этом, что вроде как 2Б посильнее, но на самом деле у нас очень плотная верхняя группа в таблице. Там разница в очках буквально минимальная. У Вестсайда все идет более-менее хорошо, потому что прошли отрезок, где играли с лидерами нашей группы. И в целом с минимальными потерями прошли. И держимся вверху, стараемся цепляться за верхние места. Надеюсь, что в этом году получится как можно выше закончить, а там уже посмотрим. Ну а задача вообще какая стоит у команды, раз уж вы высоко идете на 6-м месте? Ну, как у любой, в общем, нормальной, мне кажется, команды, конечно, повышение в классе в теории было бы здорово. Мы пока это не озвучим внутри команды, но все понимают, что если выйдем в первую, было бы очень здорово. Потому что морально готово, уже 5-6 год мы играем в 2. Уже всех знаем, и уже некоторых проводили, команды на покой, кого-то проводили в первую лигу, кого-то в третью, и хочется уже самим, конечно, в первую лигу выйти, попробовать свои силы. Надеюсь, что получится. Мы готовы к первой лиге? Нет, нам нужно, конечно, усиление, объективно говоря, и игра с флагманом тоже нам доказала это в последнем туре, который мы провели. Нужно усиление, я думаю, что и в зимнее трансферное окно, и в летнее, которое будет после сезона, мы над этим поработаем, усилим состав, и тогда уже, наверное, будем готовы полностью. С флагманом сыграли 2-2, ты про последний тур? Да, 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 про последний. В первом, кстати, туре тоже очень интересная заруба была, 4-3, но там вы ввели 3-0, все было в ваших руках, что сказалось? Четвертое поле, может быть, недооценили, недонастроили? Самое смешное, что проводим тренировки с мифом как раз на четвертом поле, это, в общем, наше поле, и мы так уверенно на нем играли, и абсолютно игра была под нашим контролем, с моей точки зрения, в первом тайме. Ну, а потом сказалось, это бывает у нас, нам нельзя много забивать в первом тайме, мы расслабляемся. Слишком рано, да? Слишком рано, и ребята уже все, праздновали победу и сказали, ну здорово. Когда на скамейке начинают говорить, так, ты сегодня 3, ты 2, значит, да, я сейчас еще пару-тройку ассистов раздам, тогда все будет хорошо, все, это ведет к беде, и, в общем, это и привело к поражению абсолютно заслуженному. Недонастрой и уверенность, что, я об этом писал, да, недавно в статье, как раз, которая вышла на сайте, что уверенность в слабости команд третьей лиги, и мы были уверены, что и Сокол, который, да, которого награждали недавно, и Флагман, и Ред Зори, хорошие команды, качественные, но нам по зубам с такими монстрами вроде уже играли, которые, там, многие играют и в премьер-лиге, там, вышки и так далее, поэтому уж как мы не справимся, но жизнь показывает, что никого нельзя недооценивать. А как с этим боретесь? Вот с этим недонастроим, что в перерыве, после забитых мячей, команда расслабляется? Ты же наверняка, да, в основном? Я борюсь, меня за это не очень любят, когда я начинаю эту борьбу активно вести, но стараюсь как-то ребятам напомнить, что никто, здесь никто не будет прощать за ошибки, это не четвертая лига, мы играли, просто зацепили четвертую лигу, 4б играли, и там можно было, там, пропустить 5, забить 7, и вроде как все хорошо. За каждую ошибку уровень второй лиги уже настолько поднялся, что каждая буквально по марке опять с Флагманом, ну, наверное, ты тоже видел, да, удар в девятку от штанги, но такие не залетают каждый матч. У меня, у нас ребята шутят на самом деле, у нас довольно неплохая оборона, мы всегда мало пропускаем из сезона в сезон, но если мы бы снимали каждый матч, у нас пропускаем мы только очень красивые галы, там, с 17-ти, с 15-ти метров, там, с 16-ти по девяткам от перекладины, то есть вот только так, все, одна ошибка, не накрыли игрока, качественного сильного игрока, ползащиты, выстрел, издали от штанги в девятку, 2-2, все едем радостно и домой. 2-2 по игре или… По игре, по игре, я считаю, что по игре, я, опять же, повторюсь, и в статье отмечал, очень интересную игру показывает Флагман, я считаю, что по именно игровым особенностям, одна из самых ярких команд 2, мне намного больше понравилась эта команда даже, чем Медик, я могу сказать, именно по яркости игры, по движению, классная команда и забивает очень красивые мячи, кстати, в первом матче очень красивые мячи, там тоже по девяткам у нас залетали, опять, ну, мы так руками разводили, все улыбались, хлопали, честно хлопали, как болельщики Реал Мадрида хлопали Рональди, вот так же мы хлопали, примерно, голом флагманом. Кстати, не боишься, что, извините, Максим, не боишься, что сейчас рассказал единственное оружие против своей команды? Я очень надеюсь, что не все могут так стрелять по девяткам, очень надеюсь. Ну, или, по крайней мере, будут тренироваться сейчас сюда все, чтобы попасть сюда и в очередной рейтинговый гол, красивые, да, ворота в эссайда, но будем надеяться, что их не так много случится. По лидерам дивизиона, вот ты сказал, что Медик менее яркую игру показывают, да, но, тем не менее, Медик идет сейчас, ну, на втором месте, хотя вот сообщество 2, да, все-таки свою градацию ведет, да, и считает Медик, что идет на первом месте. То есть, ты тоже считаешь, да, что у Москвичи такое спорное решение было? Да, да, я считаю, что у Москвичи спорное решение. Я сразу, у меня некоторые просто часто мне говорят, что у меня довольно критическая какая-то жесткая позиция, у меня никакой жесткой позиции нет, я нормально абсолютно общаюсь со всеми ребятами из 2, и не только из 2. Москвичи сильная команда с яркими исполнителями. Да, я честно говорю, мы, ну, извиняюсь, мы не можем, к сожалению, подходить после проигранных игр и радостно обниматься с людьми, которые нас просто унизили на футбольном поле. Фотографию, как все команды не делали. Ну да, ну, может, мы злые, я не знаю, как, ну, правда, мы не можем, у нас не получается. У нас все очень заряжены ребята на игру, на борьбу, у нас довольно такая плотная игра всегда в каждом туре. И мы пытаемся, в общем-то, играть на результат, и, конечно, когда там 5-0, допустим, они победили, по игре бесспорно все, но у нас не хватает, наверное, сил. Вот, сразу благодарить соперников за такой урок, который нам преподнесли. Поэтому, да, я считаю, что москвич в отдельном абсолютно каком-то вообще своем измерении играет, в космическом, а первое место медик. Медик играет на первом, ну, я считаю, что, да, там на первом месте. Они идут абсолютно заслуженно, все по делу, нас обыграли по делу, своих других конкурентов обыграли по делу. Просто именно игра, вот с точки зрения самой игры, да, я сказал о флагмане. Флагман, например, показывает более яркую игру. Я считаю, что подиум показывает более яркую игру. И мистерия, конечно. А что ты имеешь в виду яркую? Атакующий стиль? Атакующий стиль, комбинационная игра, движение. Какая-то, мне всегда очень нравилась эмоциональность в игре, когда вот есть какая-то эмоция. Медик – это просто машина. Она приходит, зарабатывает свои три очка, 1-0 побеждают. Самая непропускающая команда. Да, да. Ну, ваших всего лишь на два мяча больше. Мы очень стараемся. Если флагман перестанет нам по девяткам бить, мы догоним тогда, все нормально. Вот, поэтому, да, они просто прагматичные, хорошая команда, которая зарабатывает три очка и идут вверху таблицы абсолютно заслуженно. Но, конечно, хочется ярких игр, ярких соперников, яркой игры, чтобы это было так обоюдоостро. То есть, любишь яркую атакующую комбинационную игру, но в то же время главная задача у Westside не пропустить. Не пропустить, да. Да, это очень парадоксально. На самом деле, мы все команде, там, сколько, 7 лет нам, по-моему, да, уже исполнилось. И все предыдущие годы, кроме этого сезона, мы всегда играли Атлетико Мадрид. Это, честно, абсолютно наша игра. Мы всегда ловили на контратаках, забивали меньше всех из прямых конкурентов, всегда меньше всех забивали, старались меньше всех пропустить, при этом как бы держались в хороших позициях. В этом году мы усилились. И Антоном Черновым из Томейки, он нам очень сильно помог. И других новичков, там у нас всегда почему-то приток идет из Росича, очень хороший. Из Школы? А, из Надежды взяли, кстати, одного игрока. Он, правда, там совсем чуть-чуть провел игры. Он сначала пришел в дубль с Вячеслав Блохин, и сейчас он перешел в основную команду. Помогает нам, помогает. Вот как раз и про дубль мы обсуждали с Димой. В общем, Вестсайт сейчас, это единственная команда, которая имеет основной состав в втором дивизионе и дубль в третьем. Но мы вспомнили, что еще был Вестсайт-2. И вот поправь нас, если это не так, в прошлом сезоне или в позапрошлом Вестсайт и Вестсайт-2 были просто в разных группах второго дивизиона. И Вестсайт-2 в свое время шел значительно выше основной команды. Вот расскажешь поподробнее историю Вестсайда, да, и как вообще получилось такой вот обилий команд? Первая, вторая, дубль. Да, у нас... Где столько игрок выберете? Где вы столько набрали народа? Это вообще отдельный разговор. На самом деле у нас дошло до того, мы хотели Вестсайт-3 делать. Это правда было даже где-то примерно месяц. Такого еще не было. Это мы хотели. Мы хотели, это было бы вообще прецедентом, я думаю, сразу. Или Вестсайт-2 дубль тоже. Ну да, или Вестсайт-2 дубль. В общем, довольно просто все. Это началось, я так постараюсь очень коротко. С четвертой лиги началось, мы в 4-б играли. Играли с такими командами, как Каид-молодежный дубль. Мы играли с, кто-то не знает, Надежды дубль тогда был. Акик, нынешняя Турбина, которая довольно известная команда. И был раньше Кварстрой тоже. Вот их дубль тоже у нас играл. И очень хороший был чемпионат. Мы закончили. А, Боровка. Боровка, которая распалась недавно, тоже была с нами, кстати, в группе. Из первой лиги, кстати, распалась. Да, да, да. Она где-то только не распадалась. Да, вот. В итоге мы, в общем, 4-б это сыграли. Закончили на втором месте сразу после Каид-молодежного. И через Ермака заняли 3-е место, обыграв Турбину за 3-е место как раз была игра. Мы вышли в 2-ю лигу. И ряд игроков у нас очень... А сразу из 4-го по 2-ю. Из 4-го по 2-ю за 1 год, да. Мы только заявились и в этот же год вышли во 2-ю лигу. И ряд игроков просто по уровню не тянул 2-ю лигу, к сожалению. Они это понимали, мы это понимали. Мы нормально, спокойно сели и сказали, ребят, давайте, чтобы все играли в удовольствие, а не сидели, банку полировали. Мы создадим дубль, вы там будете получать игровую практику. Они обрадовались, конечно, сказали, да-да, отлично, отлично. Так мы, в общем, и сделали. Мы остались во второй основной состав, а дубль играл у нас в 4-й. И потихонечку там тоже велась организационная деятельность. А кто руководил дублем? У нас была ответственная игра. У нас, наверное, тренера 3 или 4 уже сменилось в дубле, да, на моей памяти. Потому что очень активно, вообще мы очень активно и на трансферном рынке. Почему, откуда столько игроков, да, доставали из своих знакомых, из спортшкол, из групп ЛФЛ-овских, ВКонтакте, на форуме. Это ты всю работу проделал? Да, в основном я, но ребята мне очень сильно помогали. Там друзья-друзей, как всегда, это старая схема. Кто-то кого-то притащил, кто-то за ним пришел. В итоге дубль играл, играл, играл. И в какой-то момент мы поняли, что состав очень крепкий, и они могут претендовать на выход. Мы поговорили, обсудили перед началом сезона, и сделали из дубля вторую команду с отдельной заявкой. И они, в общем, выполнили задачу, вышли наверх, попали во вторую лигу. Тогда уже четвертой не стало получилось, они из третьей вышли во вторую. И в второй лиге у них был крепкий состав, у нас крепкий состав. Конечно, я адекватно понимаю, что просто на тот момент были сложности в первой команде. Мы там меняли свою игру, меняли людей, у нас лидеры там поменялись немножко. И мы в моменте оказались чуть ниже в 2А, чем они в 2Б. Смеялись над вами? Да, да, да. Мы очень долго… Скидывали таблицы, да? Вообще, скидывали таблицы, говорили, может быть, там поменяемся цифрками. Кто из нас в V-Site 2, это очень так все дружественная атмосфера у нас всегда преобладала в команде. В итоге все это закончилось тем, что у последнего крайнего руководителя V-Site 2 именно был свой вектор развития. И мы с ним спокойно поговорили, поняли, что, скажем так, в рамках именно проекта V-Site он себя не видит. Это тех людей, кого… Это Алексей Малахов. Да, Алексей Малахов это был. Очень Леше благодарен. Он очень долгое время был у меня, грубо говоря, моим помощником, вторым тренером или там соорганизатором в первой команде. И когда, в общем-то, он стал руководить отдельной командой, стало понятно, что у него свое чуть-чуть видение ситуации и надо расходиться. Вот, в общем-то, на этом мы и решили, что у него будет своя команда. Ныне это Олимп, они зашли вместо Динамо Голицына в 2А. А я просто поменялся местами с одной из команд третьей лиги. В 2Б они зашли, а мы зашли просто дублем обратно в третью лигу, потому что мы поняли, что все равно дубль и большая заявка нам необходимы для того, чтобы не приключалось с таких вещей, как с Томекой, например, к сожалению. Но получается все равно вестсайд, Олимп. Это дерби в 2? Дерби. Нет, я честно скажу, это дерби. Я сразу скажу, у нас нет никаких недомолвок, недопониманий. Мы нормально абсолютно общаемся, здороваемся, обсуждаем игры. На форуме, ну не на форуме, уже в группе ВКонтакте мы спокойно обсуждаем какие-то матчи. Но, конечно, когда ты работаешь долго с человеком, все-таки, я считаю, организационная работа – это работа, так или иначе. И когда ты долго работаешь с человеком, и вы потом разделяетесь на две команды, конечно, тебе интересно помериться силами и тактической какой-то там выучкой, выдумкой, какими-то идеями и силой команды, несомненно. Но это такое дружеское дерби, я бы назвал. То есть у нас нету каких-то там подковерных игр, просто как старые приятели вышли, померились силами. Хорошо, что мы в последней игре победили. Какой счет вы выиграли? Мы выиграли 2-0. Мы выиграли 2-0, да, но наша главная задача была, конечно, перекрыть бомбардиры Дмитрия Маурина, который играл в первом высаде, и мы знаем его возможности. Это было сделать очень непросто, но у нас получилось. Может быть, ты тогда расскажешь, почему Олимп здорово начал сезон, и потом, что вообще случилось с командой, даже слов не подобрать. Да, я как бы не проводил отдельный анализ Олимпа, и мы, честно, даже с Лешей это не обсуждали, Малаховым, почему у них так произошло. Но я лично понимал, что у них, я просто знаю этот состав, я просто знаю этот состав, этих людей, кто там играет, хорошие все ребята, но именно топовых игроков, которые могут удерживать команду в топе второй лиги, там не очень много. Я бы сказал, что там буквально 2-3 человека, которые вот прям могут удерживать там Олимп, допустим, в топ-3, там в топ-5, например. И я адекватно понимал, что сил, я просто уже сам так пробовал, мы также пробовали на двух игроках, там держаться вверху, это не получается. К сожалению, нужен ровный состав и довольно с высоким уровнем игры, скажем так. Даже несмотря на то, что, извини, Маурин больше Корчагина забил, сколько у него? Много, да-да-да, он больше, да, сейчас он на первом месте идет. Нет, очень сильный форвард, но даже его сил недостаточно, чтобы удерживать команду наверху. Все равно нужна подпитка, нужна сильная скамейка, нужен средний и высокий уровень. Имею эту среднюю по команде, должен уровень быть довольно высоким, чтобы удерживаться наверху. Поэтому вот этого, я это видел, я понимал, что на весь чемпионат, на всю дистанцию просто не хватит, это адекватно. И объективно, главное, я думаю, что Алексей тоже это понимал, потому что он в своем интервью, я читал, он говорил, что мы, наша цель там закрепиться с единым таблицей, мы особо на большее не рассчитываем в этом сезоне именно. У меня еще один вопрос, ты сказал, что из Томеки забрал нескольких футболистов, вот не стыдно? Стыдно. Да, рухнула команда просто на самое дно таблицы. Стыдно. Самое смешное, что, или не очень смешное, я даже не знаю, для кого как, да, мы когда услышали, что, опять же, это проактивность на трансферном рынке, правда, занимались этим вопросом, усиливали состав свой, к сожалению, за счет игроков Томеки. Мы делали предложение не одному Антону Чернову, но просто вот с ним получилось у нас подписать контракт, вот, поэтому, ну, надеюсь, что ребята выкрукаются, правда, команда очень сильная, и по прошлому году могу подтвердить, очень интересная. И жалко, что сейчас она переживает не лучшие мгновения. Ну, в творческом поиске, да, пока находится Томека. Еще какие бы команды отметил, ну, в принципе, мы вот поговорили, мистерия подиум, ты говоришь, что играющие хорошие команды, которые тоже, наверное, будут претендовать, да, на выход в первую лигу. Кто еще может из 2А реально побороться за выход выше? Да нет, это, конечно, ну, просто я считаю, что не считаю, пока и не причисляю, допустим, ни в обиду никому, ни Флагман, ни Редзори, ни Вестсайд к топам 2А на данный момент. Все-таки это подиум, все-таки это медик, ну, москвич, естественно, и мистерия четвертой команды, которая тоже хорошо себя показывает, но по мне игра у нее чуть менее стабильна, чем у подиума и медика. Мистерии, если да, отмечать, они, конечно, тоже могут и поменяться местами с подиумом в таблице и с медиком, также я считаю, у них все для этого есть. Ребята очень сильно добавили в этом году, усилили состав. Я просто знаю мистерию не один год, и там были случаи, когда ребята приходили к нам на просмотр, там у нас что-то не получалось с ними договориться, потом я видел в составе мистерии этих ребят, и вообще мы давно уже в два довольно играем с ними, в этом году они выстрелили, удивили всех, и меня в том числе. Поэтому молодцы, я считаю, что это очень сильная команда. А по поводу нестандарта, вот интересно твое мнение? Вообще это отдельный разговор, нестандарт это отдельный разговор, нестандарт это команда загадка, и в принципе с нестандартом все то же самое, что как с флагманом, у нас все то же самое произошло. У нас все было прекрасно после первого тайма, Саша, я не знаю, что он там делал в перерыве, там шаманил как-то там, и они вышли и просто нас уничтожили в втором тайме. Пока мы считали, кто сколько забьет примерно в перерыве, ребята там настраивались и что-то делали. Бойцовская команда, я всегда уважал команды с характером, которые не ломаются. Всегда очень неприятно смотреть, когда команда пропускает 2-3 гола, начинает там между собой собачиться, там что-то кричать друг на друга и так далее, и пропускает 7-й, 8-й, 10-й. По мне это не про нестандарт, они упрутся, они будут биться до конца, стараться, что-то не получается, они все равно как трактор идут, как танк какой-то потихонечку к своим целям. Жаль, что нет стабильности тоже, это им мешает очень. По мифу, что скажешь, команда в начале сезона всех удивляла, выиграла, по-моему, 8 стартовых туров, а потом как отрезала, и миф сейчас уже свалился на 14-ю позицию. Что знаешь об этой команде? Знаю об этой команде давно, вообще я хочу сказать и хочу даже передать привет моим коллегам и организаторам Андрею Сергею. Кстати, желаю удачи и успехов, чтобы он выкарабкался из этой тяжелой ситуации. А вы же тренируетесь, ты сказал, вместе. Да, мы тренируемся вместе. У нас вообще такая определенная когорта команды с Солнцевой Переделкино, там Литуаль, там Боровка, Миф, Надежда, Дюпель 13, Вестсайд, раньше был Западный Легион. Свой чемпионат можно прорвать? Вообще, раньше был даже Альянс, такая команда очень яркая, совсем-совсем давно. Вот, миф очень жаль, мы все, кого я назвал, очень давно знакомы и общаемся между собой. И у нас есть игроки из Миф, в Миф уходили игроки, возвращались от нас к ним, и мы тренируемся вместе. Я очень надеюсь, что они выкарабкаются. Андрей набрал, я это уже говорил, я не знаю, сколько людей прошло через Миф. Я у кого не спрашиваю, из моих знакомых они все играли по одной, по две, по три игры в Миф. Я не знаю, где он их находит, как это получается. Поэтому я в нем не сомневаюсь, его организаторский талант, я правда восхищен им. И даже те люди, которые, там, то огромное количество, которые прошли у нас через просмотр, можно умножить на пять, вот это игроки Мифа все, или те, которые раньше были в Мифе. Поэтому, ну, не получается у них, я так понимаю, что там проблемы внутри коллектива, и Андрей их разрешает, пока приостановили тренировки. Думаю, что за зимнюю паузу Андрей точно все там наладит, и все будет хорошо. Из середняков еще кого-то отметишь. Вот мы, в принципе, все команды почти охватили. Остались у нас Айв, ну, Сокол, понятно. Литуаль, Виктория, Цемент, вот, Внукова, Феникс. Вот, Адриналинч. Про Литуаль скажу. Литуаль, я считаю, тоже огромное просто уважение ребятам. Они бьются в каждом матче. Я не понимаю, как они забивают голы. Я вообще не понимаю. Восемнадцать лет, вот, недавно в команде. Я просто, я, кое-какой, это небольшой, небольшой опыт. Нет, выдающаяся команда, правда, и там Миша Макаров там тоже, кстати, даже сыграл, по-моему, предсезонку за ВСА, это один из лидеров Литуали. Команда знает, как играть, знает, как забивать. Никаких Барселон, никаких тонких там комбинаций. Есть стандарт, все зашли на стандарт, запихали один гол, дальше бьемся, 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 победили. И так Литуаль может обыграть кого угодно, абсолютно. И, ну, и проиграть, к сожалению, тоже может. У них проблемы со сбором. У них главная проблема, конечно, отсутствие подпитки молодыми. Состав довольно зрелый, я бы сказал, такой опытный. Ну, своим коллективом они играют. Да, и, ну, все равно, даже в 2А, все равно нужна подпитка, чтобы не падать вот до низа таблицы. И я думаю, что ребятам стоит об этом задуматься. Им виднее, конечно, но я уверен, что все равно у них будет усиление. Но команда классная и доказывает это своими годами существования в LFL в общем и в 2А в частности. Ну, что ж, в принципе, по всему дивизиону мы прошлись, все команды отметили. Ты рассказал нам интересные вещи, да, в том числе про Вестсайт и его богатую историю. Мы желаем успеха твоей команде в чемпионате, достигнуть тех целей, которые ты поставил. И еще раз спасибо, что к нам пришел. Спасибо вам, что позвали. Буду рад еще, если позовете, обязательно приду, обязательно откликнусь. И благодарю вас за то, что вы делаете. Очень классная передача, сам смотрю. Я уверен, что многим очень интересно так наблюдать. Спасибо. Спасибо. Как я уже обещал, у нас на передаче сегодня еще один гость, который представляет дивизион 2Б. Это вратарь команды Заречья Александр Драгун. Саша, спасибо большое, что нас посетил. Ждали тебя мы еще и в тот раз, но вот не получилось. Но вот, к счастью, ты сегодня появился. И надеемся, что ты нам сегодня интересно расскажешь про дивизион 2Б и про свою команду. Ну, давай, наверное, начнем с Заречья. Да, здравствуйте, ребята, да. По поводу Заречья, да, два слова? Да, если ты в два уложишься. В Заречья я попал в начале этого сезона. Ребята пригласили меня, то есть я буквально... У меня был звонок, вечером я уже был у них на тренировке. С первой тренировки все стало ясно, что команда очень классная. То есть меня завезли на тренировочные поля, где они тренируются именно в Заречья. Там отличное поле. Опять же, с финансовой точки зрения, у них есть какой-никакой спонсор. И мы не платим ни за игры, ни за тренировки, ни за что, ни взносы. Это организационные моменты на себя берет определенный человек, Олег. Вот ему за это спасибо. За то, что мы просто приходим, получаем удовольствие. И нет больше такой проблемы, как раньше, когда после игры там все скидываются по 500 рублей условно. Ты просто получаешь удовольствие именно от игры. Это очень классно. Почему в этот момент был без команды? Так, сейчас объясню. Вообще история началась с моего прихода в Дикий Запад. Команда Дикий Запад, наверное. Вайлд Вест, помню. Да, да, да. В два они играли, да? Да, да, да. Мучились, наверное, к сожалению. Мучились. Будем это признавать. Сам тоже мучился. Началось все с третьей лиги. Как-то все пытались. Мы и у нас друзья, соперники Сватутина, наверное, все это знают. И каждый из нас, наверное, хотел обогнать друг дружку. Все-таки быстрее оказаться в лиге выше. И нас какими-то там правдами-неправдами все-таки через стыки прошли и через добор во вторую лигу. Потому что мы проиграли стыки Виеру. Оказались во второй лиге. Там было очень тяжело. Был вариант перехода в команда Распала с Ривьера. Мы уже почти договорились, когда они выскочили с первой лиги. Но все-таки решил остаться в Диком Западе, чтобы выйти во вторую лигу. Вот мы вышли. Пол сезона я отыграл. И меня мой знакомый, капитан Кунцевской династии, пригласил усилить их команду. То есть там какие-то условия. То есть опять же без всяких финансовых каких-то вопросов. Отыграли игры. Начали неплохо. Выигрывали даже, помню. И потом поломал Кристи наш капитан. И после этого организация вся рассыпалась. Мы отыграли пару игр. Начался недосбор. Начали получать там, наверное, чуть ли не по 10 мячей. И поняли, что смысла в этом нет. Мы просто снялись. И у нас получается, как-то уже я решил сосредоточиться на работе на своей. И полгода просто решил отдохнуть от футбола. И с таким запалом, что в следующий сезон я любому найду к себе команду. И уже вот Заречья. И все отлично. А как все-таки капитан Заречья тебе позвонил? Как он узнал, что ты без команды? Он не капитан, наверное. Позвонил Олег. Ну не Олег, Леша. Я в группе просто ВКонтакте написал, что ищу команду. Мне, кстати, писал вот и Рома Зверев, тоже правый сайт. Он, наверное, написал, что ты вратарь, так? Да, вратарь. Ищу команду. Я думаю, что некоторые меня знают в ЛФЛ. Я на это рассчитывал, что кто-то может знать. И были приглашения в Атутина определенные. Сначала я сопротивлялся, потому что это было как конкуренты с Диким Западом. У нас были переходы, скажем так, друг к другу. И мы в этом плане как бы так принципиальные были люди. Я не переходил, не переходил, когда понял, что Дикий Запад все-таки отживает свое. Мы договаривались. Но потом не сошлись как бы так в организационных моментах. И вот мне предложили в сайт. По-моему, Внукова Юнайтед писал. Ну, это размыто было с первой лиги. И за речи я выбрал почему-то. Ну, наверное, потому что у них тренировка была в этот день. Мне предложили, давай поедем. Сразу же поехали. Я понял, что мне здесь нравится. Все четко мне обрисовали. И я очень доволен. Я вот, честно говоря, даже не вижу какие-то другие варианты, чтобы куда-то переходить. То есть удовольствие получаю от игры. Что в плане игровом, что в плане по людям. У нас отличный коллектив. Команды и сейчас тренируются, да? Да, но сейчас у нас поля нет. Сейчас зима, у нас есть зал. Мы настолько обленились, если честно. У нас очень хороший зал, что мы не можем собраться и приехать. У нас зал ни за что не платим. Отлично, зал с душевыми и так далее. В зал штанги тягаете? Ну, штанги не тягаем, да, играем. Впытаемся в мини-футбол просто для удовольствия. Ну, как-то нет времени. Сейчас зима, к Новому году у всех, наверное, много работы. Поэтому как-то лень. И вот если бы, наверное, в какой-то другой команде, то там уже Ватутина, которые, вот они прям фанаты тренировок и так далее, если бы им там сказать, что есть зал, мне кажется, они бы и в 3 часа ночи приехали бы туда играть. Ну, мы, к сожалению, немножечко в этом плане расхлябаны. Хотя, наверное, стоило бы тренироваться. Ватутина уже прозвучало несколько раз, да. Я так понял, что все интервью будет, да, пронизано. Ну, куда деваться, да, куда деваться, да. Да, ну вот турнирные таблицы вровень идете с Ватутина и с Барсом. Да, вы конкурируете. Я так понимаю, что задача стоит у всех команд этих названных. Выход в первый дивизион. У Зарича стоит такая задача. Да, я скажу честно, как бы мы на это рассчитываем. Я не знаю, там получится через стик или напрямую, но 100% играем только для выхода. Не просто так. Бывали, конечно, у нас спады. Сейчас вроде бы опять словили свою игру. Не ожидали, скажу честно, такой игры от Ватутина. Мы уже думали, если... Ну, импульс, понятно, да. Мы думали, что, скорее всего, Ватутина со второго места все-таки выскочит. У них давняя мечта просто, мне кажется, мания. Вот поэтому мы уже думали, что ребята уже не отпустятся. Но вот как-то вот они немножечко тоже, видимо, сказывается. Это напряженный график. Немножечко подустали. И сейчас можем зацепиться. Барс, конечно, тоже команда такая непредсказуемая. Могут обиграть кого угодно. Бывает, не собирается или что-то еще. И вот тоже теряет очки в таких, казалось бы, играх, которые должны выигрывать. Ну, как бы мы точно так же и теряем, и все остальные. Скажи, пожалуйста, это правда или неправда, что Зарича специально подбирает время, неудобное для соперников, чтобы выиграть? Я знаю даже, кто этот инсайт вам скинул. Мне кажется, аноним, да. При этом и передаю. Вот, Роману нашему. Но нет. Дело в другом. Но команда у нас, скажем так, уже такая не то чтобы возрастная, но у многих семей. И мы собираемся, у нас как бы чат, когда мы дома, мы спрашиваем друг у друга в чате, когда кому удобно, чтобы собрать максимальный состав, потому что смысл собираться так. Когда мы играем в гостях, мы даже никому не пишем. И с капитаном других команд, потому что мы понимаем, что будет все равно делать под себя. Но если мы, грубо говоря, так попали, мы же не можем там сказать, ну ладно, мы отменим игру, потому что вы не собрались. Мне кажется, никто бы так не сделал из капитанов. Один раз мы пошли навстречу. Феникса 99, они нас там раскололи. В итоге они приехали двумя суставами, а мы не смогли наскребать. Ну там один, по-моему, был сустав. И то мы с ними неплохо играли, у нас была тоже куча моментов. Мы просто не забили. Они забили все практически. Поэтому сейчас мы решили, что когда мы в гостях, мы подстраиваемся, когда мы не в гостях, ну будем стоять под себя. Рома, конечно, я понимаю, что они в последних играх потеряли много очков. И, скажем так, мы обыграли тех соперников, которые должны были обыгрывать и они, но они им проиграли. И у него бывают иногда такие вот всплески эмоций, потом он отходит, и все нормально. Ну, Заречи, тем не менее, отдельно настраивается на Ватутина. То есть это принципиальный матч, и у вас стоит задача обыграть Ватутина? Я не знаю насчет Заречи. И у меня это персональная задача номер один. Это две игры в сезоне. Это Дом и в гостях, Заречи. Вот Сватутина, да. Также вот двое ребят из Дикого Запада. Я их тоже позвал в Заречи. Это Женя Татарчук и Артем Евстратов, когда распались. Меня пригласили, я сказал, что есть неплохие ребята. Ты искусственская династия, они? Нет, они из Дикого Запада. А, из Дикого Запада? Женя Татарчук, высокий защитник. Да, конечно. Сколько он уже забил головой? Да, он в той игре два положил с партии. Он практически все забивает. Два метра, да, у него рост? Наверное, он выше меня. У меня метр восемьдесят восемь, метр девяносто пять. И он, в этом плане, он, конечно, красавчик. Тема это центральная. Но сейчас он играет у нас их тоже в защите. И у нас, да, такое дерби. Все знают, наверное, что я очень сильно дружу с Ватутиным. Мы с ними пересекаемся не только на футбольном поле. Мы даже отдыхаем вместе. Отдыхатели ездили на море тоже вместе. Но когда мы играем, мы, конечно, так зажимаем сзади крестики пальцы, когда кто-то играет, когда забивает им. Поэтому, ну, хочется, конечно, встретиться очень сильно. Ждем этой игры. Я так точно жду. Я думаю, что Илья Солганюк ждет ее не меньше. Вот. Он тоже национальный человек. И я думаю, что будет интересно. В первом круге как сыграли? В первом круге мы проиграли. Как бы были у нас и у них моменты. Но, опять же, мы сами ошиблись. У нас были проблемы с защитниками нашим, скажем так, немножечко привезли. И ребят просто все забили. Опять же нам. У нас там было пару штанг. Ну, они по праву выиграли эту игру, конечно. Поэтому за нами должок. Вот мы все ждем. Но если на ноль оставить, то как минимум ничья будет. Я не знаю. Мне кажется, в этом году у меня просто ребята сглазили, перекрестили. У меня в других сезонах по пять. Бывало игры по шесть на ноль. Сейчас я не могу. Мы даже сыграли со Спарты. Мы их выигрывали 6-0. Ничего не предвещало какой-то беды. Все было хорошо. И мы почему-то решили, наши руководители, поставить парня атакующего, нападающего в защиту. Ну, у него, конечно, инстинкты работают. Он решил подключаться. И вот провалились два раза, нам два забили. 6-2 мы выиграли. Но мы планировали, конечно, на ноль. Но у Скифа же 6-0 выиграли. Но это не я играл. Мы чередуем игры. У нас два вратаря. Я и молодой Влад, по-моему, 18 лет только из полностью, я уже такой дедушка. А он как бы молодой, он прыгучий, у него все впереди. Поэтому мы стоим по матчу. Вот в том матче он отлично сыграл на ноль. Ну, там вся команда хорошо сыграла. Я наблюдал на бровке. Просто не давали им центр перейти ребятам. Опять же, говорят, они второй состав подвезли. Не сбор был. Ну, к сожалению, мы не могли им одолжить своих игроков. Либо там что-то сделать по-другому. Поэтому как было, так было. Импульс – это уже как песня группы «Тату» «Нас не догонят». Я знаю импульсы ребят, потому что я сам 4 года жил в Брянске до этого. И я пересекался с этими ребятами. Тот же Лямцев, он опять же в этом сезоне, в Брянской области 11 на 11, он уже, мне кажется, многоточий, какой кратный, лучший бомбардир в Брянской области. Я сразу ребятам сказал, тот же Минч, у него вообще ФНЛ. Он и в Хабаровске играл, и в Тамбове. То есть, ну, это понятно, что он маленький, у него там, он килограмм, наверное, 70 весит. У него он перебирает этими ногами, людей затошнить, может, если я не начну так вот наблюдать за ним. Это мотор команды. Если Лямцев получает, это уже практически 90 с чем-то процентов, это гол. Плюс я еще знаю их вратаря очень хорошие. Андрей Баранов – это мой друг. Мы в одной команде раньше играли в Брянске. Это, который волейболисты? Нет, нет, нет. Он такой довольно всегда крупный был комплекции, какие я. Но ты вот не мешал его опять в Брянской области стать лучшим вратарем. Вот я его поздравляю. То есть, ну, сейчас по щепанту Брянской области 11 на 11. Вот сейчас закончился сезон, и награждали лучших. То есть, лучшие игроки Брянской области? Да, они сюда приезжают, просто раскалывают людей и уезжают, наверное, потирая руки в крови. Я не знаю, чужой не уезжает. Я сразу сказал, когда я увидел, кто это, что это за люди, что это чуть-чуть другой уровень. Тот же Лямцев, он и в Калуге был во второй лиге Чемпионата России. То есть, ну, это профессионалы, действительно профессионалы здесь. Я вообще, у меня школа футбольная, там, полгода или год. Я вообще бывший гонбольный. Ну, я играл в чемпионате Белоруссии, но я гонбольный вратарь. То есть, ну, здесь я как любитель, поэтому с такими людьми, конечно, очень тяжело, когда они по технике просто могут наблюдать, как залетают. Я, к слава богу, наверное, не играл в том матче. Я пропускал, почти не моя очередь это была. Но, насколько я знаю, никому в этом сезоне не удавалось прям оказать… А, нет, вру, Феникс 99, мы смотрели эту игру. Там прям было Рубилова, там, с Феникса и тренера очень эмоционально относились к игре. Чуть ли не угрозы, там были стороны Лямцева, но все равно он там забил, и счет. Ватутина, кстати, очень упирались. И 3-0 отыграли перед перерывом 3-3, и даже могли выиграть. Но на последней минуте, опять же, Лямцев. Но Ватутина, они вообще чемпионы по предварительным играм. То есть их слов, они уже очень сильно, очень сильно высоко. Но нет, ребята, да, я, насколько знаю, я, конечно, сейчас пошутил, они, я думаю, оценят, потому что мы с ними дружим, да. Они, насколько я знаю, они, да, упирались. Первый тайм у них не пошло, но потом либо импульс расслабился, может быть, не ожидал. Либо у них такое бывает. Они могут кому угодно проиграть, но также не могут вытащить вообще любую игру, любого соперника, если захотят. То есть команда непредсказуемая. То есть я не удивлюсь, если в следующем туре они там зарубятся хотя бы в ничью, а может и выиграют, если импульсу, может быть, уже не нужно будет ничего. Либо там, может быть, не приедут лидеры, а может и с лидерами. Я думаю, что именно Ватутина, у них, они играют очень жесткий футбол, поэтому не каждый может им сопротивостоять. То есть, может быть, даже более техничная какая-то команда будет, но они могут взять вот именно своим напором и часто это как бы приносит свои плоды. Они забивают и выигрывают. То есть за счет этого они, конечно, тоже молодцы. Так вообще, вот какие команды ты считаешь явными претендентами? Феникс 99, вот ты не назвал. Ватутина за речь и Барс, да? Барс. Ну, в 99, понимаешь, тоже команда такая, она тоже сначала что-то не собиралась. Опять же, их Рубикон сначала это было смешно, потом, когда мы от них 5 получили, уже не смешно от Рубикона. То есть, команда может любому, мне кажется, просто привести пару мячей, тоже непредсказуемая команда. Феникс, я думаю, он выйдет, все-таки выйдет, вот будет. Хотя тоже, я не скажу, что они прям как-то выделяются. Мы с ними играли, когда у них был боевой став, там ребята техничные, но мы тоже очень достойно с ними играли. Опять же, проиграли своих ошибок только. Вот, ну, понятно, что это и мы за речи, это Феникс, это и Атлетика, и Барс. У нас, мне кажется, первый команд 8 действительно могут, если кто-то оступится, прям подхватить и перепрыгнуть. Тут очень тяжело. Искра сможет? Я думаю, нет, если честно. Вот я, ну, команда очень хорошая, но мне кажется, ну, не знаю, опять же, мое мнение. Чего не хватает? Мне кажется, ну, просто ребята играют как умеют, вот и все, они неплохо играют, но это не та команда, может быть, не хватает ребят со школой, опять же, да, там комбинационно. Они не играют, просто вот наказывают за ошибки, вот я смотрел, у них была игра с Ватутиной, вот я не помню, либо в ничью, либо Ватутина там чуть-чуть их еле-еле выиграл, либо Можайская, или Искра, вот они, по-моему, и с теми-семи очень плохо сыграли. Вот, тоже Ватутина там агрессировала, все было нормально, но вот словили их на ошибках, поэтому я не могу сказать. Мы с ними легко сыграли, но, опять же, второй круг может себе поменяться, они могут точно так же всех расколоть, поэтому, но пока я, честно говоря, не вижу их в претендентах. Ну, если позволишь, атлетики с чего не хватает, чтобы быть там в... Мне кажется, я уже поанализировал, у вас техничная команда, но, опять же, мне кажется, вы не любите борьбу. Тот же Ватутина, как я смотрел, тот же Феникс, они за счет физики именно переталкивают. У вас, ребята, технично, ну, как-то вот получается, когда вы пускаете пару мячей, вы как-то раскисаете, на мой взгляд. Вот, хотя по игре вопросов нет, у вас хороший футбол, я помню еще раньше атлетику, когда, по-моему, вот только на две команды, две команды у вас появилось, у вас были парни, у вас Вадим был, по-моему, такой татуированный весь, нападающий. Вадим Абакумов. Наверное, что-то сейчас его не вижу, вот. Он ходил просто в Макарену, в 2А, а сейчас снова вернулся. Ну, вот он много, по-моему, мячей его забивал, вытягивал. Был еще очень хороший парень, не помню, как его зовут, он то ли грузин, то ли армянин, такой темненький, вот он сейчас не играет. Азиз Холотян, да. Наверное, он маленький, очень шустрый. И вот он, мне кажется, то же самое, как у импульса Минич для вашей команды. Он был, он распасовщик, по-моему, если не ошибаюсь, очень хороший был. Вот. А так, я не знаю, почему, если честно, вы иногда проигрываете. Многие тоже удивлены, когда ставишь, грубо говоря, на вас перед игрой, ну, мысленно, что вот, ну, атлетика сейчас не должна очки потерять, надо там опять догонять. И потом, бах, вы там оступаетесь. Ну, как бы, не знаю, почему, если честно. Ну, будем разбираться. Да. Тем не менее, вот Олимпик очень здорово начал, да, выиграл, сколько он, 9 игр, по-моему, подряд, вообще. Ну, это тот же миф, скажем так, давайте честно, мне кажется. Сейчас уже на 10-м месте. Вот из-за календаря, только из-за этого? Или что скажу? Я не могу сказать, мы когда с ними играли, опять же, не моя была игра, но я с бровки наблюдал. Индивидуально очень техничная команда, там есть молодые ребята, то ли румын, парень, как-то у него фамилия. Такая по песку, что-то, я не помню. Он высокий, худой, нам там три положил, там, таких шильных ударов, там, реально не берущиеся. У них индивидуально, я не знаю, почему, опять же, может быть, у них не хватает какой-то в конце воли, что ли, характера, как бывает у других, там, трудяк. Вот я могу отметить, честно, команду, она, и не скажу, какая-то супер техничная, что еще, но вот мне понравилось, как они играли с нами, это партизан. Вот команда обычно, как бы, середняк, но мы с ними сыграли в ничью, но эта команда, она, мне кажется, трезво рассчитывается в свои силы, она не претендует на команду супер техники или что-то еще. Они играют, у них заброс, подбор, удар, забили отлично, они сразу же группируются, назад оттягиваются все команды, они играют по мере своих возможностей, и команда, кстати, очень, на мой взгляд, дисциплинирована, мы с ними очень хорошо сыграли, они там пожали руки, то есть, но они вот такие трудяги именно, мне вот понравилась с ними игра, мы опять же отскочили, наверное, я думаю, что да, мы от них отскочили, даже не побыви слова этого, команда такая, я не ожидал, если честно, что вот она, она, по-моему, даже вот обыграла, вы же, по-моему, идете вы, потом в Ватутино, потом мы с этими соперниками играем, они обыграли вас, да, они с Ватутина, Ватутина их обыграла, но тоже, по-моему, не очень легко, и мы думали, что как-то мы их тоже обыграем, в ничью это мы отыгрывались по моему если не ошибаюсь нам было тяжело действительно тяжело поэтому мы насчет от партизана я думаю что это очко наша они потери двух хороший команд феникс раменки вот чтобы самая непредсказуемая команда на мой взгляд почему я еще когда играл за дикий запад против ник я даже не не знаю если я знаю там с атлетики если увижу на стадион и я бы значит это там игрок атлетики игрок ватутина игрок там ты там макарены свод с феникса раменки не знаю никого сколько я прочь не играл то молодые ребята не все какие-то чередуются все одинакового возраста параметров как бревнышки которые вас трудают средние да вообще в школе старшеклассники не знают кто да вот у них есть тренер это отец не знаю всегда лизнов или как он мне кажется выберет полено там стругает там вытачивает из них человек и дальше отправляет то есть как бы и кто не я даже если честно у нас с ними сейчас игра но я буду смотреть потому что это не мой матч и я даже не знаю кто из них вообще от кого ждать угроз я знаю не там предупреждали есть там ребята какие-то вот но команда она такая вечно перспективная как каякс но то есть на своего петра папецкого у них нету да нет у них был очень сильный парень он тут чуть ли не видишь к сборной россии что-то играл свое время давно еще такой блондинчик высокий он забивал это витеблатов на да 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 на силу выше лида он лупил то сейчас уже прям да вот он сильный был парень и у них мне кажется в каждом вот этом созыве у них есть какие-то такие темные кардиналы что ли ли черный который вот выстреливают но их никто не знает я допустим не знаю если я говорю есть команды которые я знаю от кого ждать угрозы там от вас у кого кто вас там основной там вадим раньше был тот же тоже ватутина там либо еще кто-то там я вообще не представляю и я не хочу им просто проиграть если честно потому что не то чтобы есть такая вероятность но ты знаешь все может быть если я здесь команды которые ты понимаешь что в принципе ты должен обыграть то здесь нет вообще непонятно хотя мы первом круге это была вторая игра мы не собрались у нас в вратаре наш молодой парень он играл защите вообще мы играли без замены то мы их выигрывали 52 в итоге хотя мы 1 пропустили но потом уже просто мы просто сдохли у нас не было сил была жара они просто заменами нас начали потихонечку дожимать дожимать мы уже играли просто на выбивали спрашиваю муж так а когда уже этот свисток будет и последняя атака он оставит нам пенальти нам забивает 5-5 мы закончили в ничью с ними это самый первый тур был второй первым обыграли спарту тоже проиграли 0-2 по моему и потом 52 их обыграли пас паспорт франшем вот интересно вообще про здесь как я играл этом матче могу рассказать да но скажу так сейчас мы начнем немножечко перестроились и не буду говорить что да как потому что по-любому будут смотреть люди наши соперники перестроили схему скажу только одно и после этого сразу пошли победы тот же с киев и другие команды до этого мы играли очень агрессивно агрессивно в нападении все как-то бежали нас ловили на контратаках или франш там есть техничные ребята тоже индивидуально и у нас как бы ты знаешь нам могло больше еще влететь но просто как-то где-то я получился бивал где-то там им не везло вот и мы уже тоже не рассчитывали по моему если не ошибаюсь 3 день было мы проигрывали потом мы как-то забили тоже были моменты потом пеналицы 33 потом мы вышли вперед 43 и все уже казалось все и последняя атака было холодно и про замерзли ноги я их не чувствовал я выбивал свободно я выбил получается на центр на чужого игрока у нас пошла контратака как-то отбились out из аута нам забивают и свисток 44 вот я немножко расстроился потому что но не то чтобы наверное подвел но надо было как-то собраться что ли потому что сам бывает когда при крики на защитников чтобы максимально были собраны сам же допустил ошибку можно сказать надо было как-то как не говорили выбить просто вау там уже просто не было бы времени ну никто же не знал как есть так есть то есть там я тоже считаю что мы потеряли не то что мы потеряли мы могли вообще проиграть поэтому одно очко это будет честно по крайней мере это честно но команда на 15 месте рубикон 51 мы попали вообще без вариантов тоже там где-то не по-моему конкурирует за вылет но почему же я надеюсь сильно очень до собой у них они все забили с контратаки все одинаково все контратаки они нас ловили на контракта как сейчас мы так не играем сто процентов такого сейчас не будет но все эти игры нас ловили на контратаках и они просто начали нас если мы думали 10 там 20 но бывает много забиваем отыграем со 3040 по 41 или 50 вообще был поняли что все уже там уже игру не спасти хотя бы там хоть и гол забить гол забили но они как-то тоже играли простенько они контратаки ловили засадились назад и просто у нас уже ничего не получалось мы заслуженно проиграли вот поэтому не могу ничего сказать есть такие команды которые просто убивают лидеров забирают у них очки вот и все за как-то спокойно править вот ничьи поражения говоришь а я очень им кто мне знает эмоционально время игры я пихаю защитниками но и чужим тоже людям бывает пихают там игрокам в этом плане да не люблю вообще проиграть у меня я не знаю почему я разные два человека в жизни на футбольном поле я очень эмоционально раньше так я даже мне и удаляли за разговоры судьи сейчас как бы стал с этим жестче поэтому я подуспокаиваюсь и не лезу вообще в эти все баталии пускай сами разбираются наши защитники нападающие вот но зачем мы действительно сами проиграли я понимаю если мы там весь матч атаковали там не забили 15 нам там какой-то один дурачок залетел там 1 0 мы проиграли я бы конечно там блин атак ночью говорить мы не супер какая-то команда которая там как тот же импульс всех возим а потом нас там взяли просто и случайно автогол мы сами забили и сейчас говорить ну действительно проиграли по делу там все игры тот же или франш тот же рубикон с партизаном ничья это мы там бы мы не выиграли бы точно 100 игрок который мы показывали в тех играх а то что мы зацепили ничью это это уже в тех играх это плюс эти два очка нам сейчас пригодились что с партизаном что с партизан вольф раньше если правильно назвал но вот благодаря них и сейчас доминали только ватутин то есть это тоже в копилочку потихонечку по спарте наверно знаю что начинала одна команда сейчас уже другая там сергей метков заявил много футболистов бывших кристалловцев до которые вообще первую лигу выигрывали но и велиминова в прошлом году тоже они были эти же ребята выиграли второй дивизион вот показывали мы матч спарта против ватутина да и в после матчевом интервью я сказал саганик что будут они максимум там на десятом месте до детский футбол они показывают вообще футбол да я чина сергей сергей сказал что из за того что пара по много было упущено то но тем не менее в пятерке будет команд как считаешь я не могу сказать потому что я никого из парт не знаю знаешь это очень старая команда титулованная команда легендарная даже команды вот но первым к футболам да детским футболом ни о чем там вода или все знает парень очень хороший но на на эмоциях может кому угодно сказать не стесняется вообще поэтому за этого мы его любим вот что касается спарты я людей этих не знаю потому что там ветеранов основном всегда там есть конечно молодые там вкрапления вот в первом мать в первом круге мы их обыграли 20 не выиграли потом не просто сели у них закончился закончилась топлива абсолютно не просто стали и мы их просто начали потихонечку гол за головем забивать если бы они также играли как первые семь-восемь минут тяжело было бы сейчас я не могу сказать потому что смотрел матч футбол особо не было ни у ватутина не у спартов там зимние поля там уже был просто скольжение не было я уверен что играли бы они иметь это в мае этот матч и либо там апрель там лето совсем другая была бы игра вот это это я считаю что это просто не показатель силы ни одной не второй команды просто как повезло это вот к сожалению идет забор что ли очков одних команд за счет этого футбола и ну просто я бы делал бы паузу потому что некоторые теряют как вот как в ватутина потеряла 3 очка я думаю может быть они обыграли бы спарта другом поле сейчас им эти 3 очка очень не хватает они сами это знают вот но мне ватсапе писал и рома или я говорили что опять 90 процентов людей не приехал я не знаю я видел только с синюю шапку там по телевизору и здесь и желтую они обе были эти шапки вот поэтому я не помню соображали нам эти голы которым не написал что это просто шапки передали может быть я не на рома рома сам приехал даже я даже не удивлен я говорю ром там у нас в утром была игра в 12 горит и приехал законспектировать сфотографировать всех что все таки вот мы все куплено как он сказал что мы пол бюджета потратили наших спонсоров кто-то работает судьями мы работаем с командами с приездом вот чтобы люди не приезжали просто но это 5 говорил шутку вот я не знаю по паспорте не могу сказать что будто они или нет пятерки потому что я этих людей не знаю как они играют но слуху вильяминова потому что они играли с диким западом и пару раз приходил на игр когда даже уходил с этой командой смотрел там сильные ребята вот если они действительно в этой команде у них все хорошо со сбором то они по-любому будет набирать очки если они успеют просто по сезону добраться в ушку вверх просто за счет плюс 3 плюс 3 плюс 3 то может быть они будут в пятерке но уже первый круг прошел не поздно ли они на ней похватились ну последний вопрос на дивизиону вот сейчас последний пять команд форум армада альтерон филигрин один вот вылетает нас должны 3 альтерон филигрин один вот форма армада ну то есть кого-то из из этих пяти отметишь какую-то команду ну форум там я знаю эту команду мы с ним давно играли но честно я бы как 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 бы я сказал то есть сейчас ну на мой взгляд конечно ослаблю ослабли ослабли все лиги и я бы просто бы честно вот ну не в обиду ребятам бы просто сделал бы сильную третью лигу чтобы они конкурировали между собой чтобы не было как с импульсом плюс 15 и так далее еще второй лиги да я бы просто объединил бы 22b там 1 10 команд уж там есть достойной команды конечно же в 2 и у нас тоже сделал бы просто очень мощную вторую лигу одно лучше и там две третьей лиги но чтобы ребята конкурировали между собой и не было обидно потому что половина команд снимается только потому что у них там в графе 1 2 очка за 15 игры разница минус 150 ну условно да и конечно желание особо нету играть поэтому я не знаю кто вылетит честно вот у нас как бы и у меня во всех командах было я сконцентрирован только вот я просчитываю как с кем мы играем как мы будем набирать с кем очки с кем можем потерять других как-то я не просчитываю поэтому не могу сказать я бы хотел бы наверное что форум остался что команда уже с именем и может быть она там не хватает звезд неба но все ее знает пускай играет второй лиги там борется вот по филям там вообще по моему были вопросы со сбором до последнее время если не ошибаюсь никто техническое даже было до поражение или нет да были у них трудности до сейчас приезжают у них там был я знаю очень такой массивный парень который очень хорошо играл он там я сам видел просто он там набирал как паровоз ход и забивал по пять мячей серьезным командам вот мне кажется очень не хватает до ушел да 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 если бы он был мне кажется они бы там барахты какой-то родзорих у них там вот это вот есть богдан петуш и да я помню сам его богдан богдан да я как-то даже честно когда мы вышли вторую лигу с диким западом я самим лично писал приглашал они в треть это были приглашал наш команду но он отказался сказал что я буду играть в родзорих в этом плане ну конечно молодец вот поэтому в каждой команде должен быть не кажется вот таких кому тяжело лидера 12 хотя бы который даже с конкурентами будет забивать и своей команде переносить очки чтобы она оставалась саш ну что ж у всех свои задачи кто-то сохранить из куда а кто-то выйти в первый дивизион я понял какую задание ждать за речь и дамы тебя конечно же желаем успеха но очень-очень личного да вот на 0 обязательно чтобы в этом сезоне отстоял мне кажется последует этой фразы мне сейчас когда выйдет выпуск мне кажется там кое-кто мне просто все личку заборбит мне кажется этими приколами поэтому я уже готов к этому морально но самое главное на командный успех желаю обязательно до удачи чтобы за речь и решил задачу на сезон спасибо что пришел спасибо ребята вам я как бы вчера неожиданно для меня это было приглашением как бы мы договаривались но я сегодня прямо с работы понял что я действительно обязан побывать и потому что программа интересные потом опять становиться в очередь из кучи желающих вот этому я уже не хотел поэтому я рад что это первое некоторых товарищей оказался вот и спасибо вам большое что пригласили теперь я фанат вашей программы я честно признавался нас были недопонимания сейчас прям когда вот я много узнал но из команд истории какие-то команды которые вот гранды скажем так лфл очень интересно смотрите пересмотрел даже то что я раньше не смотрел поэтому я с удовольствием этот выпуск посмотри все остальные спасибо ребят спасибо да максим дим ну шикарно пообщались гостями было просто классно интересно ну ждем баталии в эти выходные но и дальше уже весной ну и давайте поговорим сейчас прям кротиночка о третьем дивизионе потому что время тоже у нас поджимает здесь в принципе ничего не изменилось как вот мы несколько недель назад смотрели турнирную таблицу кегли дубы как лидировали так лидирует ну вот вопрос честно ли да когда например там подтягивают из опытных игроков так скажем регламентом не запрещено значит честно нет но с точки зрения регламента честно а с точки зрения духа футбола как мы еще любим говорить правильный вопрос просто зачем их подтягивать и окружать команды по десять мячей просто не знаю как кегли играет дубль сейчас третьем дивизион они первые идут мы идут первым борьбе ли они вырывают там очки или по десять отгружает когда нужно просто не собирается команды нужно один два три человека почему бы не пригласили до из основного состава ну а в целом наверное все таки нужно своей обоймы свои обоймы дубля сражаться тут момент какой я как-то сережей болдиным разговаривал да вот он как бы основной руководитель дубля насколько я понимаю и он не сказал такую вещь что у кеглей ребята охотнее играют за дубль нежели в первой лиге а до этого вышли потому что там приходится реально там рубиться рубиться до его на жизнь и насмерть а в дубле встретились там анекдоты рассказали какие-то там свои истории да и спокойненько для души сыграли вот там ты сам знаешь да что капралов например да играет в поле в поле дубля да то есть те же самые люди конечно они участвуют и за дубль но там в таком все в дружеском и в веселом плане ну ребята так такого качества что прошлом году выиграли чемпионаты сейчас лидирует но и вот флагман в прошлом году играл в третьем дивизионе тоже с кигелями с дублем нужно сказать что там наверное щербаков вот действительно так вот серии сильно выделяется этот человек может принять спокойно там корпусом кого-нибудь откинуть одного-двух соперников и забить здесь да мастерство конечно сразу видно так дают всем равное время поиграть поэтому можно с этим абсолютно команда играть можно и обыгрывать но здесь у нас в третьем дивизионе тоже идет борьба аверс с крыльями прямо подпирает кегли ну и сами друг с другом идут рядышком бородино тоже может вклиниться в любой момент в призовую тройку у бородино тоже есть там в принципе потенциал там ильдар зарипов насколько я помню играет я думаю что тоже он имеет какой-то так скажем ресурс да там помогать и бородино я думаю что бородино насколько я помню это всегда был очень крепким и середняком и первом дивизионе в том же да вот играл здорово здорово команда выступала ну вот и заново сейчас пытается понять вот вспомните еще прошлый сезон спартак сколкова когда мы смотрели там просто накидывали авось куда спартаку и мы ну как вообще что будет играть то есть там не было абсолютно ничего сейчас спартака осколкова какая-то игра где-то обновление по на футбольному футбольной заявки я имею ввиду и сейчас уже вот пожалуйста что пятое место 10 побед и таким названием этого этого успеха это раз вот и я честно говорят них ожидал больше в прошлом сезоне до начали плохо но это нормальная история как они заявляются во первых тяжело барьер принять у нас много коллектив вообще остались в основном те команды которые уже там от пяти лет и дольше существует играют одним там плюс-минус и тем же коллективом и поэтому когда новые команды заявляться там со двора не со двора может быть где-то играли там раз в месяц собирались на какие-то турниры они вот этот уровень тяжело принимают но когда уже поймут чего от них требует тогда уже начинается уже какая-то и работы с команды где-то организация подтягивается где-то новые игроки где-то уже тренировки до начинаются то есть приходит какое-то понимание и вот усколкова как раз оно пришло в конце прошлого сезона мы пришли новые футболисты результаты пошли на лад поэтому я думал что в нынешнем году они спали совершенно спокойно с третьей лиги выйдут из первого места с геглями тяжело действительно бороться на дистанции но там со второго с третьего поэтому для меня как бы небольшое такое даже разочарование что они сейчас не возглавляют так скажем 3 дивизион ну благо что как календарь для 3 дивизиона лояльный да и 6 команд напрямую получит возможность выйти во второй дивизион сам факт что получить медали все равно же приятно согласись потом если будет награждение в следующем году прийти получить медальку посидеть в хорошем месте пообщаться с партнерами с другими командами где-то попасть в ленту новостей это тоже приятно друзья у нас есть после матчевое интервью но прежде чем мы покажем давайте наверное подведем итоги напомню что друзья у нас в следующей на следующей неделе будет еще один выпуск мы такой предновогодний уже самый настоящий мы подведем итоги возможно вручим вновь подарок когда максимум у нас в следующем в эти выходные которые будут заканчивается до конкурса конкурсе чемпионат ну да конечно да вот соответственно у нас будет еще одна в этом году передача тоже будет о чем поговорить и выходные будут жаркие ну а сегодня в студии был максим киселев михаил меркулов дмитрий ершов но и интервью ребят из третьего дивизиона уже начале матча спартак сколковый апперкот со мной согласиться поговорите один из главных бомбардиров команды апперкот сергей калинин на что сергей я приветствую вас и вашу команду вообще в любительской футбольной лиги да это первый для вас сезон достаточно уже много туров прошло как оцените пока что выступление вашей команды состояние команды пока не плачевно удовлетворительно но стараемся работаем над коллективом работаем над собой соответственно стараемся самореализоваться максимально первый сезон все дается не так легко как казалось но все же все впереди все в наших руках вообще где-то до этого играли может быть с вашими партнерами по команде в другой лиги или просто все вместе собрались здесь первый раз на западе нет давно играли вместе в основном на мини полях мини футболе но все-таки стараемся сплотиться вот и немного больше но все же 5 не 5 у нас не играть еще пока нет пока нет а есть желание может быть возможно попробуем первый сезон да да вот и как пока что оцените вот как складывается игр тяжело не тяжело вот что необходимо добавить вашей команде принципе все все складывается более-менее благоприятно главное просто немножко подстраиваться друг по другу понять соответственно комбинации какие-то свои домашние заготовочки выработки я думаю чтобы наладить связи и все получится ну что сергей не буду отвлекать от игры пасе большое что уделили даже наше интервью спартак сколкова аперкот со мной согласится поговорить немножко опоздавшие на игру все-таки хрино и я приветствую вас здесь на порядке с этой парка у спартак сколкова последних семи матчах как-то не очень ладится всего лишь две победы как оцените выступление вашей команды именно на этом отрезке вот что тогда не хватило больше всего в последней игре а сконсенсы last game first of all we have this amateur league and lots of them go to work and it's difficult for them to come in time so we can play the last game for one i wasn't there and about five other key players worried in the field and probably that's the reason why they lost nine goes to one вот сейчас настала зима да и поля стали немножечко другими как как зимой себя спартак сколкова чувства how can i say it's 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 the climate of russia it's difficult for everybody but we just we just try to improvise we always improvise see how we can get the upper hand because if we complain about the field every individual everything complains about the field so it's an advantage for us just i said a bunch for every people so i think it's just the same okay thank thank you and uh good luck on the next message you're welcome thank you